Приветствую вас, я бы сказал, что я вижу у вас в первую очередь тревогу, желание обезопасить себя за счет семьи, то есть вы хотите обезопаситься, вы хотите вычислить себя не дешевле, вы чувствуете угрозу из внешнего мира, пытаетесь обезопаситься. С одной стороны, да? Почему так происходит? Потому что вы не, вы уязвимы, вы чувствуете себя уязвимы в определенные моменты, а уязвимы вы себя в определенные моменты чувствуете как раз таки, когда вместо того, чтобы сделать что-то для себя, вместо того, чтобы прислушиваться к своим, своим чувствам и переживаниям, вы вместо этого требуете что-то от других, то есть заменяете свои собственные переживания, свои собственные действия, действиями других людей и требованиями от других людей что-то делать. И получается, что вы ведете себя за своим молодым человеком, как мама с ребенком, при этом, в общем-то, пытаясь быть слабой, то есть цель-то у вас быть слабой. Особо вы быть не можете, потому что даже попросить о помощи вам не очень хорошо, вы считаете, что мужчина сам должен делать. То есть очень много должен-должен-должен, при том, что реально человек как-то вот не соответствует тому, что вы, ну, тому, какой у вас мужской идеал. И, исходя из этого, я бы сказал, что, может быть, в глубине души вы считаете, что недостойно того, чтобы быть счастливым. И выбрали себе такого мужчину, ну, вот, который, по идее, вот, ну, к вам пройдет. Вот это все, вот, на что вы способны. Вот, потому что, ну, постарайтесь ответить себе на вопрос, почему вы жалели мужчину? Что значит жалели? Что такое жал? А почему вы, ну, посчитали, решили, что человек не привыкнет к тому, что вы за него все делаете? Почему для вас это стало неожиданным? Да, зачем для вас такое жняет семья? То есть, вот, зачем вам замуж и так далее? Ну, вот это все моменты во мне. То есть, у меня ощущение, что вы себя не знаете. У меня ощущение, что вы указываете другому, указываете своим близким, да? Вот в умом ощущении вы указываете, вы знаете, как лучше, как лучше, как лучше, как лучше, вы все берете на себя, вот. Думая, что вы делаете это для другого, то есть, чтобы очистить путь другому, но ничего не даете себе, ничего не делаете именно для себя. Вот этот некий такой отрыв вот своих собственных переживаний, желание всякое такое, вот, а в основном лежит как бы такая вот неуверенность и желание себя защитить через семью, ну вот, ну про то, что семья вас не обезопасит, поэтому здесь нужно работать, вот, и для действования, которые у вас есть, да, то есть требования к другим людям, это, в общем-то, опять же, странная сторона конфликта, лично у вас. Ну а что касается взаимодействия с мужчиной, то чтобы он что-то делал, ну, необходимо как раз-таки, если вы хотите быть женщиной в отношениях, то необходимо как раз-таки просить помощь и, например, признаваться в своей беспомощности, вот, и не требовать, а именно, что вот, как бы говорить, чего вы хотите, вот, и, в общем-то, вести себя не как родитель. То есть, ну, здесь вот, я рекомендую вам изучить, допустим, Эрик Бёрн, вот просто почитайте немножко про Бёрна, да, вот, его концепция родителя взрослого ребенка, вот, вы ведете себя как мама, засуете, соответственно, все проблемы, вы мать. Мать это, знаете, да, кто это, сильно неизвестно, потому что вы себя такой не считаете, и на самом деле хотите другого, вот, ну, то есть, как бы здесь, нужно разбираться в ваших противоречиях, вот, когда противоречия будут разобраны, тогда, я думаю, что цена начнет налаживаться. Обратите внимание, что, значит, вы, как бы, ну, вы не задаете вопрос, то есть, вы просто говорите, что проблема следующая, резко начинает раздражать парень, а вопроса нет. Вот, у вас, ну, вы, не спрашивают ничего, кроме того, только, внушение надо ходить и долбить его, то есть, это вот, единственный выход, требовать от другого, то есть, по сути, это вот, продвижение вот туда, по деструктивной позиции, просто усиленно, вот, Оксана. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго и удачи.